Здравствуйте! В эфире программа Диалог. Старт отопительного сезона. Инновации в отрасли ЖКХ. Тема нашей сегодняшней программы. Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь к беседе. Дмитрий Алексеевич Сгурский. Генеральный директор Государственного объединения жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области. В 1996 году окончил Гомельский политехнический институт имени Павла Сухого, где получил специальность инженера промтеплоэнергетика. В 2010 году получил дополнительное образование в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорыны по специальности государственное управление. Трудовую деятельность начал в 1996 году помощником мастера арендного производственного деревообрабатывающего объединения Гомель-Древ. Проходил службу в вооруженных силах Республики Беларусь. По ее завершении продолжил работу на предприятии Гомель-Древ на должностях мастера, начальника цеха, главного инженера. В 2006 году возглавил коллектив коммунального производственного унитарного предприятия Гомель-Обл-Теплосеть. В 2011 году назначен на должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Гомельского областного исполнительного комитета. На вопросы, которые касаются сферы жилищно-коммунального хозяйства, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. 8 0232 340 043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375 29 340 043 3. Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич. Добрый вечер, Воль. Отопительный сезон в этом году стартовал в обычный для себя срок, в середине октября. Долго ждать и мерзнуть никому не пришлось. А все ли получили тепло вовремя? Ну, традиционно запуск отопительной системы происходит в течение нескольких дней. Но уже к этому времени большинство граждан получило тепло, соответственно. Ну, где-то, наверное, отдельные квартиры еще могут быть с какими-то перебоями, отдельные батареи могут быть. Ну, в течение оставшихся дней жилищно-коммунальные службы отработают все заявки, которые имеются, соответственно. И где еще не до конца поступило, будет налажено и получат люди точно так же тепло. То есть обращения все-таки по этой теме были? Всегда они поступают, потому что, ну, где-то происходит завоздушивание, где-то надо подрегулировать систему отопления, для того, чтобы везде была достаточная циркуляция, обеспечивалось нормальное прогревание всей отопительной системы квартиры. Поэтому оно всегда существует, на это и дается несколько дней наладки для того, чтобы у всех стала нормальная, комфортная, оптимальная температура помещения. Но подготовка к осенне-зимнему сезону – это такой большой всегда масштабный комплекс мероприятий. Были ли в этом году какие-то инновации в нем? Ну, традиционно это действительно комплекс мероприятий, как подготовки отопительных систем, тепловых сетей, котельных, жилищного фонда, включая водопроводные сети, канализации и другие ряды мероприятий, которые в более 50 направлений в целом охватывают подготовку к отопительному сезону. Дмитрий Алексеевич, у нас есть телефонный звонок на линии. После мы продолжим эту тему. Давайте выслушаем нашего телезрителя. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос. Вы знаете, добрый вечер. У меня такой вопрос. Вот по Пушкина, 16, было включено отопление 16 октября. Но в квартирах 3, 6, 9, 12 и 15 отопления не было, вообще не было. 21 числа, ну это мы неоднократно звонили на 115, вот, к слесарям к своим обращались. Нам включили в одной комнате отопление и в ванной. Во второй комнате и на кухне до сих пор отопления нет. По 115 нам сказали, что к вам приезжали, вот, отписаны, у вас все устранено. Я сегодня снова звонила на 115. Товарищи пришли, они посмотрели, но ничего не сделали. Так мы остаемся в холодной квартире. Ну, она, в принципе, сейчас не холодно на улице, поэтому не очень холодно в квартире. Но будут же морозы. Ну, в любом случае, ситуация неприятная и неправильная. Спасибо за звонок. Подождите, а оплачивать как вот мы будем? У меня на первом этаже вообще инвалид живет. Поняли, спасибо. Дмитрий Алексеевич, пожалуйста, прокомментируйте. Ну, это вот то, о чем я говорил, бывает при запуске, вот, судя по всему, это один стояк все лишний греет. Или два там стояка, в зависимости, сколько квартир. Поэтому, ну, вот, приезжали, запустили, что-то не получилось. Видно, еще один стояк до конца не греется. Что касается оплаты, то, соответственно, происходит оплата, если нет тепла, нет достаточной циркуляции, то, соответственно, и прибор учета насчитывает гораздо меньше. И, соответственно, при общей дележке на все квартиры, соответственно, меньше платы получается. Дайте поручение, пожалуйста, проверить. Ну, конечно, в любом случае. Да, эту ситуацию, чтобы она была под контролем и все было исправлено. Мы говорили с вами о том, что подготовка к отопительному сезону включает в себя более 50 различных мероприятий. Как проходило все в этом году? С течением времени какие-то новые технические инновации, какие-то новые моменты появляются в этом процессе? Ну, обычно это, конечно, в большей степени традиционные все мероприятия. Единственное, что с учетом того, что появляются более совершенные системы автоматизации, диспетчеризации, контроля, управления, и, соответственно, вот в этой части, наверное, больше какие-то происходят новационные моменты, удаленный съем показаний, возможность регулирования удаленного контроля, в том числе теплоисточники безоператорные мы вводим, которые позволяют, в том числе, без присутствия персонала, обеспечивать теплоснабжение потребителей. Спасибо. Я напоминаю, уважаемые телезрители, 340 043, номер телефона в нашей студии. Мы в прямом эфире. Если у вас есть вопросы, то присоединяйтесь к нам. А в продолжение темы старта отопительного сезона я предлагаю посмотреть сюжет. На улице еще достаточно тепло. Сегодня температура в Гомеле доходила до плюс 13. Ночью, конечно, холоднее, однако пока тоже со знаком плюс. Яркие краски опавших листьев и последних цветов создают позитивный настрой. Впрочем, специалистам коммунальных служб сейчас не до созерцания природных красот. Несколько месяцев они готовили жилой фонд к осенне-зимнему периоду. Теперь нужно оценить эффективность проведенной работы. В качестве примера – дом номер 41 по улице Малойщука. В этом году здесь провели модернизацию теплового узла с установкой автоматической системы регулирования. 16 октября начали подачу тепла в квартиры. В конце этой недели эффективность работы теплоузла проанализируют еще раз. И при необходимости проведут регулировку оборудования. Однако уже сейчас понятно, что тепловая энергия будет расходоваться более рационально. В связи с чем изменится и размер оплаты за ее использование. Жильцы платят на основании приборов группового учета тепловой энергии. Показания эти передаются ежемесячно в сбыт, в конце месяца передаются. И уже энергосбыт, согласно этих показаниях, распределяет количество тепловой энергии по каждой квартире в зависимости от площади. Здесь уже установлена новая система регулирования, которая позволит жильцам дома уже экономить. В связи с тем, что эта система работает в зависимости от температуры наружного воздуха. Подает определенное количество теплоносителя в дом. Если на улице жарко, значит у жильцов уже больше не будет в квартирах жарко. Как было ранее, если возникали перетопы и сантехник уже шел вручную и что-то здесь регулировал. Сейчас уже система автоматического регулирования будет делать все сама. Вообще, 41-м домом по улице Малычука в Гомеле вплотную занялись в 2018-м, когда здесь начался капитальный ремонт с термореновацией стен. В прошлом году работы завершили. Причем поменяли, кажется, все. От кровли до газового оборудования. Даже тактильную плитку перед подъездами уложили. В 60-е и 70-е годы прошлого столетия, когда в этом микрорайоне было построено большинство домов, требования к ним были совсем другими. Термореновация тоже очень важна в жилом доме. Сохраняется тепло, не теряется тепло в жилых комнатах, не уходит на улицу. Но сейчас делается термореновация торцов. В этом доме в данном была термореновация торцов. Торцевые стены подвержены промерзанию. И здесь было принято решение, что нужно утепление торцов и стыков стеновых панелей. Потому что они со временем, с годами высыхают, образуется пустота и холодный воздух проникает в квартиры. У нас практически весь жилфонд сделана термореновация. У нас 77 домов в жилом фонде. И где-то осталось, наверное, домов 10 еще сделать нам капитальный ремонт. Вы смотрите «Диалог». Генеральный директор Государственного объединения ЖКХ Гомельской области Дмитрий Сгурский сегодня у нас в гостях. Дмитрий Алексеевич, расскажите, пожалуйста, какие планы по термореновации жилья в Гомельской области? Большие ли объемы работ предстоят? На сегодняшний день, с учетом действия 327 указа по термореновации, сейчас принимается решение по утеплению жилых домов при капитальном ремонте. Только в случае, если есть необходимость в этом по результатам обследования, либо фактически наличие промерзания, это видно всегда, когда посещаешь и обследуешь квартиры. Только в этом случае при капитальном ремонте выполняются работы по утеплению термореновации. Во всех других случаях, в рамках 327 указа термореновацию комплексную, полную, то есть начиная от крыши, заканчивая стенами и подвальными помещениями, можно производить в рамках 327 указа. Этот указ позволяет гражданам выполнить утепление жилого дома за счет бюджетных средств по следующим возмещениям в течение 10 лет 50% затраченной суммы равными долями. Соответственно, в целом это позволяет после этого сэкономить порядка до 50% потребления тепловой энергии домом, соответственно. И плата ежемесячная увеличивается для граждан в районе 10-15 рублей с учетом уже уменьшения платы ежемесячной. И, соответственно, это позволяет обеспечить как улучшение комфортности проживания, так и в том числе повысить, соответственно, ценовую стоимость жилого дома или квартиры, в частности. А такие примеры уже есть? Именно по этому варианту проведения термореновации? В рамках 327 указа есть целая процедура. На собрании граждан в этом году 191 дом при капитальном ремонте, как правило, это лучше совмещать, потому что часть работы выполняется по капитальному ремонту, и, соответственно, это дешевле обходится для граждан. Соответственно, 191 собрание было проведено, к сожалению, граждане пока неохотно идут по этой тематике работать, но три дома, один в городе Речицы, один в Гомельском районе, и в городе Гомеле, соответственно, один дом такой, граждане изъявили желание. В следующем году мы намерены реализовать это у нас, соответственно, в области в республике, два дома таких было реализовано в этом году. У нас начнется только в следующем году. Да, первых, пилотные, так скажем, проекты будут в следующем году реализованы, сейчас разрабатывают проектно-смертные документации. А как узнать, подлежит ли какой-то конкретный дом, который точно будет проходить в ближайшее время через капитальный ремонт, проведению термореновации? Ну, всегда перед тем, как делать капитальный ремонт, соответственно, проводят, собирают граждан, проживающих в этом доме, с ними проводят собрания, рассказывают, что будет выполняться, какие работы требуются выполнять. В том числе предлагается к участию в рамках 327 указа, соответственно, выполнить работы по термореновации. И, соответственно, граждане на этом собрании узнают весь спектр вопросов их интересующих. Спасибо большое. Сегодня все чаще люди выбирают индивидуальную жилую застройку, все больше хотят жить в собственном доме. Тут актуальный вопрос – это постройка сетей водоснабжения и водоотведения. И как раз в этом вопросе есть изменения в действующем законодательстве. Поясните, пожалуйста, как такой важный, такой насущный вопрос владельцы жилья должны решать? В 2019 году вступил в силу указ президента Республики Беларусь 388, который регламентировал и определил порядок строительства сетей водоснабжения и канализации существующей жилой застройки, частной, индивидуальной жилой застройки. Этим указом предусмотрено, что либо граждане самостоятельно строят за счет собственных средств данные сети, либо, соответственно, они могут привлечь к этой работе эксплуатирующую организацию, либо жилищно-коммунальную организацию, которая выполнит строительство за свои денежные средства, либо кредитные ресурсы, либо бюджетные. Здесь допускается участие бюджетных средств. И потом граждане в течение года, либо одномоментно, либо в течение года, если они первоначально обнесли 10% взноса перед началом строительства, то они могут, соответственно, получить рассрочку на год. Но они после этого обязаны возместить всю сумму потраченную строительству за исключением участия бюджетных средств. Вопрос хлопотный, вопрос дорогостоящий. Как показывает практика, как он решается? На сегодняшний день, конечно, пожеланий таких от граждан поступило достаточно много. Мы им разъясняем позиции 488 указа и соответствующие постановления, которые регламентируют порядок возмещения затрат гражданами. И на сегодняшний день у нас в городе Гомеле есть первый такой проект, который на сегодняшний день граждане собрались в кооператив, разработали проектно-сументную документацию. В настоящее время она прошла экспертизу, и мы приступим к реализации этого проекта, соответственно. Ни население в городе, жизнь нельзя считать комфортной, если нет хорошего качества воды. Вот как раз этому вопросу в последние годы действительно приоритет реализуется под программой под названием «Чистая вода». Конечно, еще рано говорить о том, что она на 100% реализована. Давайте подведем промежуточные пока итоги, сколько сделано, сколько осталось. Ну, еще в 2017 году, когда рассматривался у главы государства вопрос, в частности, один из этих вопросов «Чистая вода» обеспечения граждан, глава государства поддержал этот вопрос, и, соответственно, появилось финансирование как с республиканского бюджета, так и с местного бюджета равнодалевое для реализации направлений. На сегодняшний день более 100 тысяч граждан за эти три года получили «Чистую воду» дополнительно к тому, которая имелась на тот период, соответственно. Ежегодно мы строим порядка 50-45 станций. В прошлом году 47 станций мы построили, в этом году 50 будем строить. Сюда включаются как и строительство станций без железня, так и в том числе подключение населенных пунктов к существующим системам качественного питьевого водоснабжения. В целом, по результатам программы, мы ее начинали реализовывать, процент обеспеченности в целом по области составлял 83% с небольшим там, на сегодняшний день мы имеем 94,1%, соответственно, приросли более чем 10,6% за этот период. И дальше, в том числе, мы намечены реализовывать ее. В целом, в Гомельской области порядка 200 населенных пунктов, больших и малых, требуют подключения. Приоритетность определяется из соответствия качества воды и количества абонентов. То есть там, где больше абонентов, хуже качества, соответственно, получают приоритетность подключения данных населенных пунктов либо реализации программы установки станции без железня. Сколько лет еще нужно для того, чтобы на 100% обеспечить всю Гомельскую область качественной питьевой водой? Ну, все, конечно, зависит от финансирования, но если мы в среднем такими же темпами будем идти, то, в принципе, задача к 2025 году обеспечить 100% населенные пункты с централизованной системой водоснабжения качественной питьевой водой. А в тех населенных пунктах, где вот в этом году либо в прошлом ввели станцию без железня, были ли какие-то с ними проблемы, что недостаточно, они качественно работают, или что-то опять с водой не так? Ну, это в любом случае оборудование, как таковых проблем-то нету, и при должной эксплуатации и обслуживании то никаких проблем не возникает. Единственное, что еще частично присутствует, это, конечно, вторичное загрязнение, потому что, чтобы получить максимально качественную уже питьевую воду, так скажем, то, конечно, еще и требуется где-то и замена сетей, которые проложены по населенным пунктам. Сегодняшний день, конечно, на основной упор это строительство станции обезжелезования, подключения, и не везде мы меняем полностью те сети, которые имеются в населенных пунктах. А обидно, наверное, людям, если вот из-за старых, да, ржавых труб они получают в итоге не то, на что рассчитывают? Из-за этого они не получают некачественную воду, потому что есть ряд мероприятий по промывке сетей, соответственно, для того, чтобы тот показатель, который имеется на станции обезжелезения, нормативом предусмотрен не менее 0,3, соответственно, у потребителя он соответствовал в любом случае. Дмитрий Алексеевич, у нас есть как раз в продолжении этой темы вопрос, который пришел на Вайбер. Сто раз обращалась в Водоканал по поводу черной грязи в воде. Когда ее набираешь в ванну, ощущение, что кто-то растолок уголь на дне, трубы чистили, еще что-то делали, результат появляется ненадолго, это длится два года. Что делать? Город Гомель. Черный осадок в воде. Черный осадок, к сожалению, иногда бывает, потому что все-таки все трубы у нас в советский период доложились не полиэтиленовые, а металлические, соответственно, периодически в каких-то системах, где-то больше застойные они, образуется что-то подобное, и иногда оно может, соответственно, выноситься в квартиры. Ну, самый простой способ это, если такое уже постоянно происходит, то, конечно, поставить небольшой фильтрик на входе в квартиру. Он стоит очень недорого, порядка 20 рублей, но он гарантированно обеспечит исключение от попадания вот этих посторонних примесей. Я напомню, 340 043 номер телефона в нашей студии, 340 043 3, номер нашего вайбера, присоединяйтесь, звоните и пишите нам. Еще есть одно сообщение. Сосед часто выгуливает собаку на детской площадке, на замечание не реагирует, собака царапает детские горки, лазит по ним. Что посоветуете предпринять? Как воспитать соседа? Как воспитать соседа? Ну, наверное, надо все-таки обратиться в жилищно-коммунальную службу по месту обслуживания для того, чтобы на данного гражданина, если он не будет исполнять нормативные документы, которые вообще, ну, как бы запрещено выгуливать собак на детских площадках. Поэтому в рамках этого, если он не поймет, то, ну, наверное, будут другие методы к нему воздействия в виде административных протоколов. А соответствующие инструменты есть? Конечно, конечно. То есть этот пункт, он прописан, да? Конечно, да. Другой вопрос, что, ну, может быть, не всегда сложно, пока вызвали, человек уже ушел, его каким-то образом надо... Ну, фотографию, в любом случае, можно сделать, да, и отправить. Каким-то образом, да, там дальше учить в милицию. Но, тем не менее, возможность такая имеется. На соседей всегда найдутся. Еще одна из частей государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» – это замена лифтов. Вопрос даже не столько комфорта, сколько безопасности. Вот насколько лифты в Гомельской области безопасны для граждан? Ну, лифты в любом случае безопасны, и те организации, которые обслуживают, эксплуатируют, они это обеспечивают в любом случае. Если даже лифт с истекшим сроком эксплуатационным, а раньше он определялся 25 лет, то это не значит, что он не годен, потому что он проходит ежемесячное техническое обследование, в том числе проходит ежегодное комплексное обследование, по результатам которого определяются необходимые моменты, что требуется к замене. Поэтому, в любом случае, все лифты безопасны. Но, конечно, морально, в том числе и пульты управления, потребление электроэнергии, ну, и где-то имеется износ какой-то, оно, конечно, со временем происходит. Поэтому существует такая программа, которая на 5 лет, соответственно, планировалась к замене в Гомельской области 1100 лифтов. Нам к концу этого года удастся заменить 1256 лифтов, то есть мы перевыполним эту программу. Хотя, в целом, обеспечить замену всех лифтов с нормативным сроком свыше 25 лет нам, к сожалению, не удастся. С учетом того, что еще каждый год какое-то количество, понятно, опять подходит с превышением срока. Но до 2025 года готовится соответствующая программа, продолжение ее. И я надеюсь, что мы по итогам этой программы выйдем уже полностью на нормативный срок замены. 25 лет. Ну, сейчас еще продлеваются сроки до 30 лет, соответственно, более новых лифтов. Ну, 30-летний лифт – это уже действительно как-то не по себе от этого знания. Ну, в любом случае, надо понимать, что они безопасны. Там все в соответствии с нормами. И потому что если лифт небезопасный, он не допускается эксплуатации, и, соответственно, он выводится из нее, дабы обеспечить, в первую очередь, безопасность. Поэтому все лифты, которые эксплуатируются, безопасны. Хотела бы еще один важный вопрос обсудить. Актуальный и в котором тоже, несмотря на предпринимаемые усилия, пока, ну, не знаю, есть ли подвижки. Разъясните. Сбор мусора. Организация вторичного сбора мусора. Владельцам частных домов и приусадебных участков начали раздавать контейнеры для раздельного сбора мусора. Насколько эта инициатива оказалась поддержана местными жителями и работает ли она? Ну, совершенно верно вы говорите. Сегодня мы очень активно внедряем в частном секторе эту систему. В первую очередь, она, конечно, позволяет научить граждан разделять отходы. Во-вторых, она, конечно, позволяет максимально извлечь эти отходы для вторичной ее переработки, снизить захоронение. Дмитрий Алексеевич, есть телефонный звонок на линии, потом продолжим эту тему. Давайте выслушаем нашего телезрителя. Здравствуйте. Меня зовут Лидия Петровна, я инвалид первой группы по зрению. Проживаю, значит, в пятом микрорайоне. Вот, значит, оставила адрес свой. И, значит, у меня такой вопрос. Значит, проживаю я в Малосемейко, дом 77-го года. Я бы хотела узнать, когда будет капитальный ремонт. И лифт старый. Значит, много ям во дворе. Много ям и очень разбитое крыльцо. И вообще, у нас инвалидов много в нашем доме. И есть зрение, есть с ногами. Спасибо большое за звонок, Лидия Петровна. Желаем вам крепкого здоровья. Сейчас будем разбираться, почему же ваш дом и ваш двор вдруг оказались обыдены вниманием. Дмитрий Алексеевич, адрес этого двора у нас сохранен. Возьмите, пожалуйста, на контроль. Ну, а так можно сказать, что, конечно, будет ли капитальный ремонт, можно узнать в администрациях в соответствующих районах, либо в горосполкоме, как на сайтах в том числе, либо организации жилищно-коммунального хозяйства. Там есть перспективный график. Ну, возможно, 77-й год просто еще пока очередь не подошла в данном районе, соответственно. Ну, а что касается вот таких работ, ну, мы посмотрим, конечно, что там необходимо с крыльцом сделать. Понятно, что это в том числе и небезопасно. Естественно, это небезопасно и с крыльцом, и с дворовой территорией. Но 77-й год это сколько? Это 43 года этому дому, да? Ну, у нас, к сожалению, большой недоремонт жилищного фонда, потому что в советские годы капитально, ну, не выполнялись ремонтные работы никакие. С 99-го года в Республике Беларусь происходит начисление оплаты за капитальный ремонт только. И вот только с этих времен, соответственно, осталось выполняться капитальный ремонт. Поэтому на сегодняшний день в различных районах или городах, ну, различные годы к ремонту, соответственно, подошли. Хотя нормативно, конечно, они уже давно требуют капитального ремонта. Дмитрий Алексеевич, я вас попрошу дать поручение, чтобы наши телезрительницы разъяснили. Конечно, конечно. Обращение не останется без внимания. Кроме разъяснений, посмотрим, что необходимо сделать и выполним эти работы. Спасибо огромное. Давайте продолжим тему раздельного сбора мусора и как научить нас всех все-таки это делать. Хотелось бы, конечно, сказать, что все эти манипуляции с раздельным сбором, особенно в частном секторе, они, конечно, позволяют, в том числе, экономить гражданам в последующем на сборе вторичных материальных ресурсов. Чем больше граждан будет разделять вторичные материальные ресурсы, они будут, соответственно, сдаваться отдельно и будут вовлекаться максимально в оборот, тем в конечном итоге плата будет либо меньше, либо она не будет так увеличиваться. И, соответственно, не так будет загрязняться окружающая среда. Это надо нам всем понять. В этом действительно мы все заинтересованы, абсолютно все, жители городов и сел. Но контейнеры работают, то есть нормально с ними обходятся, с контейнерами? Работают, да. Все правильно складывают? Да, на сегодняшний день в городе Гомеле 28 всего 1770 частных домовладений. На сегодняшний день уже более 56% мы приобрели и передали на обслуживание гражданам контейнерные. Один для раздельного сбора, один, соответственно, для смешанного сбора. До конца года, я надеюсь, нам удастся в целом полностью обеспечить, либо в начале, может быть, первого квартала 2021 года, весь частный сектор обеспечить контейнерами, что позволит, во-первых, и эстетику придать какую-то на центральных, в том числе и улицах частного сектора, потому что город Гомель самый большой частным сектором из областных центров. И, соответственно, внешний вид тоже имеет актуальность в этом вопросе. Но самая главная задача, это, конечно, разделить отходы и вовлечься к максимальным оборотам. Спасибо. Следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Вы уже в эфире. Не слушайте нас по телевизору. Говорите, пожалуйста, в трубку телефона. Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Плеханова, 41-152. У меня такой вопрос. Сантехники постоянно сливают горячую воду под здание. Уже начало рушиться крыльцо. На мои просьбы к сантехникам они не реагируют. А зачем они это делают? Ну, при пуске отопления необходимо продуть стояки. И, соответственно, да, делают. Но не совсем так, как надо было бы это делать. Спасибо. Ну, это надо посыпать шланг и сливать в канализацию. Да, и сливать в канализацию. Правильно совершенно. Что-то еще? Это все? Больше нет. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за обращение, Дмитрий Алексеевич. Ну, мы, соответствующее, поручение дадим, чтобы люди все-таки выполняли. И при выполнении работ, да, не вредили дальше зданию. Не вредили, да, собственно, самому дому. Ну, наверное, о дисциплинарном взыскании тут для работников идет речь. Поднакопились у нас вопросы на Вайбере. Можно ли расторгнуть договор на вывоз бытового мусора от домовладения частного сектора? В договор нельзя. Это основная жилищно-коммунальная услуга. Есть, соответственно, собственник, есть жилое помещение. И, соответственно, даже если люди откажутся заключать договор, то, соответственно, плата за начисление все равно будет производиться. Так как есть человек, есть, соответственно, мусор. Его куда-то надо одевать. Ну, наверное, как-то подразумевается, что человек вот сам решает этот вопрос, да, собственно, мусором. Ну, то есть берет его и куда-то вывозит. Ну, куда-то вывозит. Это же мы понимаем, что в рамках закона об обращении с отходами это все, опять-таки, наказуемо. И, соответственно, есть соответствующая статья. Человек, если местная власть определила систему сбора на данной территории, она, ну, каким-то образом описана. То есть кто, куда, когда должен что сдавать и каким образом собирать, то все проживающие на данной территории обязаны это соблюдать. То есть самостоятельно этот вопрос не решается? Решается только... Частично он может решаться. Человек может сдать там приемный пункт что-то, да, что принято. Ну, все остальное... Ну, не бытовые отходы. Да, к сожалению, у нас половина отходов, ну, на сегодняшний день не перерабатывается. Их все равно надо утилизировать. Угу. Следующий вопрос. Как сейчас убирают и дезинфицируют подъезды в многоквартирных домах? Как часто это происходит? Актуальная тема. Ну, это происходит согласно графиков, утвержденных местными исполнительными органами. Ну, как правило, это происходит как минимум один раз в день. Вот. Обтирание происходит. Перил, ручек дверей, лифтовой... Но правила универсальные. То есть работать-то должны все одинаково, да? Нет, в зависимости от той эпидемиологической обстановки, которая складывается в каждом регионе, соответственно. Она не везде. Ну, если мы берем город Гомель, чтобы не было, что в одном доме обрабатывают, другом нет. Нет, если принято решение, то, соответственно, оно принимается местным органам власти для целого, ну, населенного пункта. И как часто? Один раз в день? Ну, как минимум, это один раз в день, да. Можно ли устроиться на работу сантехником в ЖКХ, если на сегодня вакансии о себе опыт и стаж немалый, вредных привычек не имеют? Ценно. Ну, я думаю, что вакансии есть, особенно если хороший специалист. Ну, надо, чтобы, наверное, по месту, в первую очередь, наверное, в ЖРЭТ соответствующего района, где проживает, чтобы было удобно, наверное, сам. А если же нет, то, соответственно, можно обратиться и к нам в государственное объединение, в отдел кадр. Мы поможем, соответственно. Есть ли правила пользования приусадебным участком? Можно ли привлечь к ответственности нерадивых хозяев? Тоже вопрос. Интересный вопрос, актуальный, если владельцы участка не соблюдают порядок? Ну, есть соответствующий нормативный акт, который регламентирует взаимоотношения как соседей, так и нормы архитектуры и строительства, которым определяется данное строение, либо земельный участок. Ну, в зависимости, в какой сфере находится этот вопрос, соответственно, в рамках этого, все вопросов, нерешенных сегодня на законодательном уровне, ну, наверное, не существует. А куда обратиться вот с этим вопросом телезрительница, которая хочет привлечь к ответственности? Не указано? Ну, в любом случае, с таким вопросом надо обращаться в соответствующую либо администрацию, если это город Гомель, либо, соответственно, в местный райисполком, в отделы жилищно-коммунального хозяйства и архитектуры, и строительства, они в другой раз называются, для решения соответствующего этого вопроса. А к нам прямо сейчас обращается наш очередной телезритель, который нам позвонил. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер. Я звоню из агрогородка Еремина, улица Сурганова. Меня интересует такой вопрос. У нас очень плохого качества вода питьевая, вообще, ну, она же одна идет. А плохое качество, что вы имеете в виду? Какая она? По цвету, по вкусу, по запаху? Утром, когда открываешь кран, она настолько пахнет сероводородом, и вообще, когда ее только открываешь, это невозможно. Такой запах ужасный. Цвет? С цветом все хорошо? Не рыжая, не ржавая? Цвет вот именно, ее только нальешь, она буквально несколько часов постоит, и все. Рыжий осадок страшный. Я картриджи не справляюсь покупать менять. Все рыжая, все страшное. Кастрюли ужасные от нее становятся. Мне все время отвечают, что станция обезжелезвения в Еремина стоит. Ну, так как же она стоит, если такого качества вода идет? Вот меня все интересует. Она будет когда-нибудь работать? Куда это обратиться? Поняли вас. Абсолютно понятно ваше возмущение по этому вопросу. Спасибо за звонок, Дмитрий Алексеевич. Ну, вы уже обратились, будем считать, да. Да, уже обратились. Поэтому ваш вопрос мы возьмем на контроль и найдем ему решение. Ну, это, наверное, вот как вы говорили, да, не в станции обезжелезивания дела. Наверное, может быть, и в станции, может быть, и не в станции, действительно. Ну, для этого надо просто разобраться. Все универсальные ответы мы здесь с вами не сможем ответить людям. Ну, надо поразбираться, посмотреть, в чем вопрос. Либо уже каким-то образом станция не отрабатывает и не выполняет свои функциональные обязанности, либо все-таки в сетях проблемы. Ну, и остается две минуты до окончания нашей программы. Дмитрий Алексеевич, то, что всегда нас в отопительный сезон волнует, стоит ли ждать изменения тарифов на услуги ЖКХ? Ну, тарифы регламентируются 550 указом. Ежегодно в рамках этого указа определены две даты по повышению тарифов, возможного повышения тарифов. Это, соответственно, 1 января на 1 июля. И они определяются в рамках, соответственно, и доходов населения. Ну, это не более 5 долларов. Соответственно, определено в год повышения тарифов. Поэтому, какими они будут на сегодняшний день, ну, сказать что-то сложно. Но с учетом того, что та же тепловая энергия возмещается всего лишь на 20%, другие услуги близки к 100% возмещения, ну, порядка там 94%. Поэтому, соответственно, какое-то, наверное, поднятие тарифов будет. Ну, опять-таки, это все будет зависеть от экономической ситуации, от доходов граждан. И на уровне правительства будет приниматься соответствующее решение. Спасибо за сегодняшнюю беседу. Спасибо вам. Генеральный директор Государственного объединения жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области Дмитрий Сгурский был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание, за ваши вопросы. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова